всем привет дорогие друзья добро пожаловать на лайков гейм добро пожаловать на прохождение ведьмака второго сажайтесь поудом всем привет посмотрим мы продолжаем кто кто мне позвал тут что и привет у ты просто и сказал ну ты отмечет хочешь людские кварталы ты маленький ты мой будем пойдем напьемся дружбаны зеленок эльфов слушай я хотел же ласточку создать да мой сон так ой ласточку кошку хотел создать так папа папа две штуки до создадим хотя сколько мы выпили в какой мы из 3 выпили 2 и 4 создадим значит нет получился замечательно мы вчера своими 4 выпили пойдем нажремся где-то я угощаю я испугался сейчас реально что ппс просаживается из-за чего из-за чего я не знаю из-за чего только что ппс просаживался так сюда так сюда не сюда идущик узнает i don't know еще на ночь гляди идем где же 3 так это что у нас чисто люту так мы сюда не можем прыгнуть и тут физика такая нехорошая конечно спрыгнуть не можем и вроде бы вот вот смотрите вот как низко почему не может прыгнуть что за щенома пахнет серой странно стрепящим сердцем так ну давайте осмотреть тела краснолюдов а где они тела краснолюдов ты никому здесь не нужен так подойди подойди никому не нужен еще такой говорить что-то активировался кость я подумал поэтому ёшкин кот куда мне нужно идти что так далеко поле битвы так шесть шесть за шинома куда я попал да ты смердишь ой подожди а че у меня кпшки так просело а кто у меня лучники а че происходит так походу мне туда вообще нельзя на и значит идти да ну пока что вроде видите потому что меня там задолбали быстренько в спину пахнет серой странно так не-не-не-не давай мы тогда уж три закончим где она держит из вот так вот что туда мне походу рано как ты чё там не быстро убили там так подгрузка уровня территории точнее упс так давайте достанем сразу я не знаю драться будем не будем с ним будьте маленький мой здорово кто здесь ведьмак селяны наняли возьмака чтоб меня убил и хорошо убей только быстро чтоб не больно сначала скажи где женщина которую ты похитил никого не хитил я тролль один краснолюд видел как ты нес людскую женщину глупый карла больная была нёс лечил ласкал но ушла сначала старая потом рыжая один суп остался а что у тебя в горшке суп из эльфов с луком хороший есть будешь так я не люблю лук от курсы отведились продукты не люблю лук глупый эльф с луком хороший как помидоры откуда ты взял эльфов старая притащила из ущелья а я принес рыжую женщину рыжая тоже в супе нет рыжая ушла моя старая ушла все ушли один суп остался хм прикольно такое не знаю почему а что здесь случилось расскажи мне тролль сижу в ущелье старая тоже грызем кости вдруг с неба люди летят врешь тролль люди по небу не летают правда вспыхнула грохнула два люди упали там где корабль дураков мужик здоровый как тролль и тетка я пошел проверить а мужик был лысый весь в шрамах возьмаку мужик нравится я издалека видел лысый был видел срам не видел пошел в ущелье рыжую оставил глупый подхожу рыжая стонет больно подхожу ближе а она не бегет вижу нога пухнет так я взял и домой старая разозлилась говорит баба худая а она голубная ну и пошла сама жратву искать даю рыжий бить ногу обернул травами красивая я ее приласкал а она я уснула у рыжей платок был я его понюхал старая вернулась эльфов принесла оставь худую дурень кричит а старая говорит отдай тряпку а я что не дам красивая и пахнет как я люблю а она или я или она я подумал рыжая красивая тряпка пахнет так и сказал а старая меня побила и ушла даже эльфов не взяла а что стало с рыжей женщиной было ей плохо так была стало хорошо так ушла ночью спал я пусто у тебя еще остался платок рыжей женщины нет старая забрала эльфов оставила платок забрала а куда могла пойти твоя жена в ущелье она любит ущелье я люблю ущелье я ее поищу не убивай старая добрая только глупая я ее не обижу скажи чтоб вернулась ко мне один не хочу пусто скажу но мне нужен платок рыжий у старый платок есть она отдаст она добрая только пусть вернется прикольно такой он типа большой такой к доброму душе да ты маленький ты мой убедить так убедить троллиху вернуться к мужу а троллиху старая старая я думал какая-то старушка а это троллиху так вы еще кто такие мать как курицы какие-то что у вас интересного есть что за когти гарпий перри гарпий слюна кожа давайте мы возьмем наверное парочку вот так вот так вот и вот так вот я не знаю может быть лес столько уродилось для чего-то понадобится мне где ты так все кто на миленького тут по ночам кстати опасно видите гарпи эти что эти кто это мозга шмыги вылазит издают эти маленькие мои сыгрышки такие прикольные издают жалко конечно что я убиваю так что это ты не а так это главный да шкал адреналина а а так мы не будем ее использовать шкал адреналина лену так что у нас тут перри гарпий все возьмем так еще гарпи были а ну дальше можешь пройти пусть еще крови потеряет лучше навалимся всей кучей она уже ослабла не стоит рисковать что вы тут делаете мы наемники сейчас на службе короля хенсельта нас на разведку послали сперва мы едва из тумана выбрались а сейчас вон нарвались на бешеную троллиху а ты кем будешь я геральт из ривии ведьмак белый волк нам бы пригодилась помощь профессионала поможешь я вам не позволю ее убить с каких пор убийца чудовищ встает на их защиту не твое дело она мне нужно оставьте ее она у меня двух людей убила уступить она никому больше не причинит вреда не хочешь помогать так не мешай мы сами справимся троллиха должна жить я сказал она умрет сперва придется убить меня таком случае адью хватит мы сдаемся сложить оружие пощади нас ведьмак король заплатит за нас выкуп мне не нужен выкуп оставьте троллиху в покое и уходите и позволишь нам уйти через мглу вам не пройти это верная смерть мы кондотьеры смерти не боимся но и не нарываемся ведьмак прав командир мы должны были найти ведьмака лысого с медальоном змеи а этот седой и с волком на шее вы ищите лето а вы знакомы можно и так сказать я тоже его ищу что вы о нем знаете шеала да танцервиль или а нам прочесать все ущелья но мы ничего не нашли кроме нескольких мертвых эльфов этот лето с кем-то еще устроили им засаду где это было по ту сторону тумана что вам велели с ним сделать убить его и всех кто с ним будет всех ты уверен такой был приказ ты знаешь где сейчас лето по другую сторону мы нашли следы но нас накрыла мгла мы потерялись и еле выбрали сюда я бы вам посоветовал податься к мятежникам никогда такого не делал я адам панград по прозвищу адью здесь вы долго не продержитесь повесят нас они ведь знают что хенсельт нас нанял обратитесь к сесилю бурдону он отнесется к вам как полагается но на то что он перебьет цену хенсельта лучше не рассчитывай слыхали ребята идем к убийце драконов ведьма говорит что она нас не тронет собирайте раненых жопу в руки и марш вперед прикольный как тролля видит сразу убивать хоть и маленькой меня точно а ты другой помог я тебе тоже помогу если хочешь мне помочь вернись к своему старику нет скотина рыжую людишку лопать он один он без тебя скучает скажи ему поздно так может ты знаешь если хочешь меня отблагодарить вернись к нему роль не хочет но пойдет ты другой добрый старый вернулась хорошо нравится возьмак просил я вернулась если бы не просил не вернулась ты умная а ты глупый людишку трогаешь уже нет никогда дай мне платок на старый козел дам рок будет плохо труби приду я запомнил а теперь иди к своей старухе нарви и цветочков цветочков нет воняют принесу ей птичьего дерьма они угарные такие смертит людями спать невозможно блин они очень угарные кстати так давайте мы до утра перемотаем поспим с ними им безопаснее да замечательным будьте маленькие мои со старушкой так говорит так дайте посмотреть на карту куда нам нужно блин тут конечно так сюда-сюда сюда-сюда-сюда-сюда тут тупик я не знаю ну ладно лево пойдем значит что то я этот не могу догадаться как-то по карте непонятно отдать платок 3 с филиппи а надо вернуться в город все понял все давайте до города тогда побежал так как раз прибежал город давайте ребят наверное меч купим что у меня меч это вообще шинома какой-то так давайте доспехи бы еще бы купить но у меня на доспехе не хватит этому продаем а меч мы покупаем так урон дополнительный знак а не 500 да так а это можно купить сколько это 600 стоит у нас 500 замечательно серебряный меч союзе 2933 а тут видите 1017 вообще было 6 давай ему тогда меч тогда запихнем что я уже не буду использовать серебряный и все и будем и будем ждать когда у нас будет полторушка я тогда бы еще этот бронюку купил бы сразу бы так так мать а ты где что я не вижу ее а вот он спит ты хотел поговорить так у меня есть платок я принес платок трис ты узнал что нибудь трис была здесь лето заставило сюда телепортироваться зачем можно путешествовать гораздо более простыми способами двое приятелей лето которые скорее всего в ответе за смерть димовенда затаились у скейтаэлей в эйдирне когда во флотзаме стало известно что убийца королей хочет избавиться от йорвита тот приказал их убрать лето хотел добраться до своих людей раньше чем эльфские повстанцы единственным вариантом была телепортация понимаю трис хотела перенестись ко мне но не сумела они приземлились в ущелье что дальше лето оставил ее раненую в ущелье наверное думал что она внесет приятное разнообразие в меню троллей а сам отправился к эльфам вместе с приятелями он расправился с местным отрядом скейтаэлей и теперь они где-то по ту сторону мглы а трис она сбежала от троллей все указывает на то что она где-то здесь уверяю тебя в вергине ее нет она должна быть где-то рядом попробуй найти ее чарами я постараюсь но это займет немного времени ты узнал что-нибудь еще тогда вот шиала приказала убить лето и трис этого не может быть и тем не менее я встретил наемника в котором она велела убить лето и всех кто будет с ним она имела в виду его подручных ты уверен что она говорила о трис а ты настолько уверена в шиале между ней и трис было что-то это недоразумение может быть найдем трис и все узнаем мне нужно немного времени что там происходит сейчас посмотрим что случилось сына короля димовенда холопы на вилы хотят поднять за что прислужники дракона убийцы распустили слух будто стенис отравил саскию крестьяне бунтуют грозят самосудом где принц закрылся в своей комнате дворяне стоят на страже холопы пока помнят свое место но все больше распаляются того и гляди дойдет до драки помогите нам дело очень серьезное я предупрежу остальных тварян псы начали ворчать на котов коты шипят на псов а господин на холопа оставь зоологические сравнения и разберись с этим а я попробую найти следы трис и помни если с принцем с теннисом что-нибудь случится нам нужна его кровь я помню так про цветок ты еще ничего не сказал подожди ты хотел поговорить? я нашел бессмертник прекрасно все да новый этап подождите развитие событий я понял задание проваленное стрепещу сердцем ну это как бы даже хорошо если честно что проваленное задание минус одно задание так куда нам я правильно иду вообще? испустила дух дурень она без говорят не повезет холопы обвиняют во всем принца если лайков на дорогу перейдет геральт геральт хорошо что ты здесь мужики решили что стэнис отравил саскию едва самосуд не учинили что им помешало? рыцари их сиятельство айдирнские дворяне не так то легко поднять руку на голубую кровь на совете был мужик по имени кальтен я не заметил чтобы он испытывал большое уважение хоть кому-нибудь кальтен оторва он любым случаем воспользуется чтобы воровать и грабить он распробовал вкус господской крови говорят у него в ущелье целый клад с награбленным добром закопан похоже в этот раз все будет жестко да дайте ж сказать а ты тут чего? я скалин бурдон слежу за порядком вергане ну ты и проследил где ж ты был когда саски отравили давайте принца под цепы его стоять ёрдик какой-то белки если хотите уйти целыми держите лапы подальше от оружия мне все одно мужик или господин надо будет всех перебью что тут происходит слуга тот что вино разносил на перу говорит что принца жрец альшан отравили саскию мы хотим справедливости вы хотите мести это разные вещи нам все одно саски без чувств лежит а принца отравители дворяне только и ждут чтоб нас на поле загнать и хенсельту продаться не позволим ты лжешь кальтон никто здесь не собирается продаваться а виноватого надо схватить и судить по закону по вашему закону и что вы ему сделаете штраф наложите и погузну отшлепаете мы его сами отшлепаем секирой по горло где этот слуга в безопасности его охраняют с каэтаэли а что принц заперся что не выходит ежели невиновный хватит если кто возьмется за оружие сначала прострелю руку потом полетят головы нас больше со всеми не сладишь ты будешь первым а теперь расходитесь нам надо действовать быстро нам толпа как лес в засуху одна искра и пожара не удержишь я не пожарный и тем более не судья мы завязли во всем этом по уши нравится тебе это или нет тебе это зачем из-за нее гвинблейд не из-за этой же голодьбы что-то задумал я их припугну а если будет надо пущу немного крови я дам тебе время но их долго не удержишь расспроси крестьян дворян поговори с краснолюдами может стенис что скажет если он виновен то уже выдумал себе красивую сказочку думаю ты поймешь как отделить зерна от плевел еще сходи к этому слуге к виночерпию со всеми поговорить не успеешь но хоть с кем то угу я понял тебя крыльевский горь по-другому я к тебе по горлу сырком проехал эй ведьмакс изволька ко мне а этот что тут повис как тяжкий дуг в краснолюдской халупе у ведьмаков у них только дзеньги на уме и этот полис скажет что принц не виновный а кошель то ему небось стенис подарил пусть лучше бы поискал нашего парня который у дзевы служил а не болтался бы как говно в проруби а после принца надо б на вельможных в порядок привезть а то шибко вознеслись так принц ах ты принц вы чего добивайтесь ну разошлись отсюда что вам нужно и кто за вами стоит справедливости хотшим нам не требуется чтоб за нами кто стоял мы сами знаем чего делать как вы хотите покарать принца ежели мужик курей плохо посчитает ему батаги положены а что тогда сделать с отравицелем убить не может быть края без вождя у нас уже есть вождь зева айтирна неизвестно выживет ли она так выберем другого что нам подойдет лишь бы мужик был потому как только мужик мужика разумеет и все люди будут равны по нашему а не люди нам коровьего говна на поле хватает не хайне люди себе ищут не людской край вон от себя вы знаете кто прислуживал саски вице к боровик он на вине работал только вин барышню любит как сестру и мать разом взятых он бы за нее дал себя на куски порезать и где этот ваш вице к в хаце укрывается господ боится белки его осторожать принц стени стоял рядом с саски и на совете у него был доступ к вину в погребе а то я знаю тогда чего языком метешь принц господин богатый что для него подкупить слугу что вино отравить даже если б хватало на золотые зубы ты б не стал вырывать себе здоровые так ладно прощайте бывайте здоровы это безумие ну что бы получил принц стенис от смерти саски плохо все это выглядит из дворяне мне кто-то звал подождите с вашими диалогами кто-нибудь добрался до стениса да где там дворяне стерегут его как матрона щелку своей подопечной если холопы разорвут принца их уже никто не удержит они повсюду свой порядок наведут поэтому знать даже если признает вину принца будет стоять за него стеной по-моему у стениса больше грязи под ногтями чем у траханой в хлеву крестьянской девки так ладно увидимся давайте запоешь по другому як цабе по горлу уже привет тебе так как все без изменений все без изменений пока да мужики дерут глотку а дворяне стерегут своего господина для людей самое важное который из них на высоком троне на этом коуче своими становимся закреп извольте ко мне чё ты хочешь чего ты хочешь мы люди благородного сословия всегда были вынуждены хранить плебс от его собственной глупости если бы не мы в мире у меня нет времени слушать оды дворянству ты знаешь что-то о покушении на саскию нет но какой бы ни была правда толпа не может вершить самосуд над особой благородного права который допускает несправедливость если принц действительно был замешан в покушении он должен предстать перед настоящим судом чернь не понимает принципов лежащих в основе этого мира или понимает и о ней не нравится саския мудрая женщина но она не принимает во внимание одного это война когда-нибудь закончится и кто тогда будет засевать поля кто будет доить коров саския раздала мужикам оружие и ты думаешь они захотят вернуться к плугу может ты прав но кто будет вам обрабатывать поля определенно не мое дело прощай а ну взявайся сюда этого долгогрёба а сошел вон хамло смотри что ж по-другому как забыть по горлу сырком проедут а мы быстренько поговорим с тобой а этот что тут повис как тяжкий дуг в краснолюдской халу у ведьзмаков у них только дзеньги на уме пусть лучше бы поискал нашего парня который у дзевы служил а не болтался бы как опосляп подожди прийти бывайте здоровы а ну взявайся сюда этого долбогрёба как спросить жителей пошел вон хамло запоешь по-другому как забыть по горлу с сырком проедут кто то говорят бесконечно нужно говорить с ним прощись что это не 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 не